Здрасте! Всем, друзья, приветульники! Мы продолжаем рубиться в ферму, 22-ю. И в прошлой серии мы собрали урожай, и сегодня, короче, попытаемся кое-что переделать. В частности, друзья, надо нам что-нибудь построить, что-нибудь поставить и с чем-нибудь поразвлекаться классным. Денег у нас, правда, не особо много, но в январе мы продадим канолу. Я, в общем-то, знаете, какие у меня мысли были? Вот это вот поле 40-ое отсюда снести, и здесь поставить там тепличный комплекс, может быть, потом животных каких прикрутить. А вот эти вот два поля оставить, 41-ое и 38-ое. Единственное, что меня очень сильно смущает, то, что вы видите здесь немножко кривой рельеф. А я с терраформингом не очень сильно дружу, но ладно уже. Еще непонятно, зачем я начал культивировать, но культивировать я начал еще до того, как решил снести это поле. Поэтому трактор мы убираем, и сейчас займемся терраформингом, что-нибудь построим. Я надеюсь, 56 тысяч нам хватит позарез. Так, дружище, стой здесь, никуда не уходи. Мы погнали терраформировать. О, снята кнопочка, во. Планировка ландшафта. В первую очередь, конечно, нам надо окрашивание, и мы поставим здесь везде траву вместо этого поля. Единственное, как бы хотелось бы, чтобы больше немножко кисть была. О, вот я нашел нужную кнопочку, и мы сейчас это все дело заделаем травой. Да, оно сейчас выглядит некрасиво, но потом трава здесь вырастет. Ну, по крайней мере, в 19-й ферме так и было. Кин, это много денег стоит, кстати. Прямо, я бы сказал, немало. Ну, ладно, что поделать. В общем-то, поля здесь больше нет. Короче, просто-просто зарисовываем. На карте поле есть, а по факту поля нет. Теперь здесь лужайка с травкой. И, друзья, да, надо поставить здесь какое-нибудь производство. На самом деле, о чем я уже думал? Ну, во-первых, конечно же, теплица хотелось бы поставить. Меня еще, конечно, виноград интересовал, но у нас нет ни техники, ни хрена. Ну, ладно, виноград, друзья, потом. Давайте с теплицами тогда разберемся. Надо поставить пару теплиц. И для начала ужаснуться, а сколько же они стоят? Тут, кстати, много есть вариантов. Маленькие теплички есть, такие вот спаренные. 5 тысячи есть, спаренные прям большие. Вот еще какие-то варианты. А, я понял, что за варианты. У меня модик стоит на расширение теплиц. Если что, там пару дней назад выходил ролик про моды. Так вот, есть, значит, первые три теплицы вот эти вот. Это обычные теплицы, куда привозишь воду. Вторые, это куда привозишь воду и семена. И там, соответственно, больше урожая будет. И третье, это вода, семена и удобрения. Я думаю, что мы поставим их. Почему бы и нет? Единственное, что меня, конечно, смущает, это терраформинг. А еще, чтобы сделать здесь все красивенько, наверное, имеет смысл их повернуть. Почему они не ворочаются на эти кнопки, которые раньше были, непонятно. Ага, я понял, ладно. Так вот, значит, ворочаем. А давайте поставим, вот, у нас есть, блин, 47 тысяч. Это всего четыре теплицы. Плюс, неплохо было бы сразу их чем-нибудь загрузить. Ну ладно, видимо, без кредита мы не обойдемся. Как бы это их повернуть так, чтобы это было прямо ровно? Потому что у меня с глазами беда. Ну, допустим, вот так это ровно. Раз тепличка. Давай два тепличка. Три тепличка. И вот здесь вот поставим четыре тепличка. Бздынь. Больше не хватает денег. Черт, ну я их криво поставил. Хотя нет, кстати, не очень криво. Э, выпустите меня отсюда. Вот так вот. И значит, сюда нужна вода, семена и удобрения. А вот они наши большие теплицы. На выходе будет что-нибудь вкусненькое. Я думаю, что мы будем... Блин, не знаю. На самом деле по цене выращивать, скорее всего, и то, и то, и то, и то. Все буквально примерно одинаково. Единственное, что клубники появляется больше. Соответственно, больше раз ее есть здесь продавать. А это не круто. Можно, на самом деле, даже и сравнить цены. Салат 1600, помидоры 1000, клубника 500. Ну вот салат, как бы его появляется меньше всего, он самый дорогой. Это логично. Самая высокая цена в феврале. То есть сейчас он стоит прям дешман. У нас сейчас июль, это чуть ли не низ. Дорога как-то так не круто здесь изменилась. Говори, конечно, можно это все выровнять, но я не умею. У меня руки из жопы. Хотя, на самом деле, можно попробовать. Я так понимаю, это вот здесь вот у нас выравнивание. Сказал бы я, что оно прям сильно выравнивает. Или вот этой кнопкой лучше? Упс. Вот я же говорил, я вот поэтому я все испорчу. Я не умею этим пользоваться. Значит, выравниваем просто вот так вот и все. Не очень здесь круто, я скажу, что получилось. Короче, как получилось, так получилось. Ну, вот этот участок, да. Здесь большой такой спуск. Ну, ладно, ничего страшного. Я потом, может быть, как-нибудь здесь что-нибудь сделаю. Хотя, с другой стороны, трактор должен проехать везде. Хотя здесь прям вообще какая-то... Если вот в этом месте все нормально... Ладно, разберемся. Потом. Все потом. Что нам, друзья, нужно еще сделать с этими теплицами? Нужно привезти туда семена и удобрения. В принципе, семена и удобрения можно на базе прям взять. А вот воду придется... Воду тоже можно взять на базе. На самом деле, есть вот водонапорная вышка. Не так дорого вода стоит. Хотя, с другой стороны, у нас прям здесь есть река. Вопрос, есть ли здесь место, где можно безболезненно наполнить цистерну? Ну, в теории, вот сюда можно съехать. Больше здесь таких прям мест особо я не вижу. Чтобы это еще и безопасно было. Ну, и для этого всего добра нам еще нужна, конечно же, цистерна. И, друзья, я этого очень сильно не люблю делать. Все вы об этом прекрасно знаете. Но мы пока берем кредит. У нас скоро будет продажа урожая, поэтому мы отобьем немного. Чтоб деньги хоть какие-то, но были. Это важно. Погнали в магазин тогда. Нам нужна бочка для воды. Берем самую дешевую, самую маленькую. Пофиг, что придется съездить 500 раз. 9,507,300. И 25 тысяч на 8 кубов. Но тут как бы выбор прям очевиден. Берем ее. 9,500 она стоит, зараза. Сейчас я ее сюда пригоню. Блин, на самом деле, знаете ли, здесь довольно стрёмно воду где-то набирать. Наверное, вот здесь самый такой безопасный уклон. Спускаем эту бочку в воду. Главное ее сейчас не утопить. Надеюсь, тормоза на тракторе прям хорошие. Стой, 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 стой. Вот, она наполняется. Но и трактор же должен в теории ее отсюда вытянуть, правильно? Наполняется не сильно быстро. Тихо, 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 не сползай. Давай, 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 давай. А что ты на третьей передаче? У тебя есть первая и вторая, между прочим. Во, молодец, сам переключился. А все, на третий не едешь, да? Тихо, стой, стой, стой. Вот черт. Здесь тоже какой-то есть нехороший такой уклончик. Стой. И скатывайся вниз, пожалуйста. Надо под углом, значит, выезжать. Во, все нормально. Блин, ну я скажу, что это занятие будет довольно геморрным. Ну и давайте выльем эту воду в наши теплички. Сколько сюда вообще надо воды? Хороший вопрос. Мы вылили 7300, и это прям ничего. Примерно 30% на вскидку. Как-то я бы сказал, маловатенько. Ладно, сейчас я по-быстрому заполняю по одной бочке, по одной цистерне все теплицы. И мы с вами встречаемся. Так, последняя тепличка. Давай, друг, выгружайся. И эту бочку пока что мы припаркуем. Проверяем, везде ли мы тут все сделали. Везде все сделали. Мы молодцы. Я вот еще не в курсе, сколько сюда нужно семян и удобрений. Есть у меня подозрение, что может быть много, а денег у нас на них особо нету. Потому что удобрения, падла, дорогие. Куда я тут эту штуку припарковать, а? Все, будешь пока здесь стоять. Погнали подцепим наш другой прицепчик. Семена дешевле, чем удобрения, поэтому можно взять целый прицеп на самом деле. Наполнить семенами. Давайте так и сделаем. Еще тоже высыпем. Наполняем и деньги пошли утекать просто в никуда. За 8 кубов 7200. В общем-то, примерно по 2 куба раскидываем во все теплицы. И будет нам счастье. Мне кажется, вполне себе грамотное решение. Конечно, поровну не получится раскидать, но что поделать. Что, не сюда? А куда их высыпать? Здрасте, приехали. Куда семена-то высыпать? А нахрен мне они в кузове. Неужели их только в поддонах в мешках можно? Ладно, давайте выгрузим поддон из сейлки. Где наша сейлка? Сейлка, вот, нужен трактор к ней. Да, я, увы, не все знаю. Погнали, выгрузим поддон из сейлки. Там совсем мало семян, и это будет совсем маленький поддончик. У нас, кстати, еще мешок на магазине стоит, надо его принести. Так, и... Сдынь? Ты что, не выгружаешься, что ли? А, мало места, я понял. Давай вот здесь, вот здесь должно быть дохрена места. Все, вот они, семена. Трактор ставим на место. Берем этот поддон. Тут 300 литров в нем. И сейчас будем ходить вокруг теплицы и искать триггер просто, куда он выгрузится. Я ж надеюсь, он не в самих теплицах, потому что это будет геморрой. Ты вообще не выгружаешься. Включение производится. Ну и где же триггер? Видимо, мод не совсем рабочий. Я вокруг да около хожу. А триггер ничего вообще. Камни вон остались. С поля. Ну и что мне делать с семенами? Как-то не круто. Обычно из поддона они высыпаются. Что за звук? Что это был за звук? А, возможно, там типа полив идет. Смею предположить. Ладно, в любом случае, пока мы салат решили, да? Можно в принципе... Упс. Можно включить везде производство салата, но он пишет, что, простите, нет материалов. Но как бы я материал привез? Куда его деть? Оно с поддона должно высыпаться. Должно. Еще вот эту дверь откроем. Может здесь где? Нет. Нету триггера. Опаньки, мне показалось или что-то высыпалось? Мне показалось. Зато тут салат появился. Везде появился, понятно. Блин, тут вот эти вот звуки, они меня немножко отвлекают. Я думаю, что это высыпается из поддона. А это на самом деле... Не высыпается из поддона. Это там полив идет. Черт. Меня это бесит. Блин, в описании к моду посмотрел сейчас на скриншотах. Где-то здесь триггер. Как бы он должен выгружаться. Там и трактор нарисован, который семена выгружает. Там, правда, задом подъезжает. А я хрен на этой штуке задом подъеду. К теплице. К дверям прямо. Потому что эти поворотные тележки... У меня это просто бич. Опаньки. А вот тут что-то промелькнуло. Вот здесь есть выгрузка. А как я так вот это вот мимо-то проехал все время? И почему с поддона не выгружалась? Ну давайте, два куба сюда высыпаем. Ну, примерно два куба. И пробуем в остальные тогда. Как-то это все дело запихнуть. Надо, видимо, очень близко подъезжать. Да, надо просто ближе подъезжать. Почему она с поддона не выгружалась, я не понимаю. Механика, в принципе, та же самая должна быть в теории. Но это не точно. Так, отлично. Здесь мы тоже выгрузили. А вот этот поддон. О, блин. Если его вот так вот поставить... А, вот оно и пошло высыпаться. Отлично. Гениально просто. Я понял. Надо было просто ближе подойти. Что-то почему-то как-то у меня с первого раза не получилось. Так, нам еще вот в эту тепличку надо и во вторую. Блин. Гребаный задний ход, а? Аккуратненько, аккуратненько. Задним ходом. И она все равно один хрен ломается. Не люблю эти поворотные тележки. Почему убрали функцию по дефолту, чтобы она блокировалась? Ума не приложу. 17-й ферме это было. 17-я ферма лучшая в мире. Запомните. Она была самой классной. Есть. Попал. Аллилуйя. Еще 2 куба сюда высыпаем. Давай, 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 давай. Там долго высыпают, конечно. Во. И 2 куба 22 литра у нас остается на вторую тепличку, которая по счету идет. Если с той стороны считать, чем мы к ней тоже подъедем. И в нее остатки-то и выгрузим. Нет? Давай. Ну, здесь же триггер. Что началось? Так, остатки выгружаем сюда. 2-300, 2-1954 и выгружается в последний. Отлично. Все выгрузили. Осталось только удобрения. Удобрений надо, в принципе, больше всего. Они самые дорогие. Не больше всего. Их надо в 2 раза больше, чем семян. Почти в 2 раза. Ну, ладно. Давайте, опять-таки, целый прицеп затарим. Это есть у меня подозрение. Знаете что? Да проще это сделать с помощью поддонов. Давайте сделаем это с помощью поддонов. Отцепляем вот этот прицепчик пока что. Возьмем пополнялку. Она на 9 кубов чуть больше, чем прицеп. Заполним сейчас ее полностью. Потом разгрузим поддоны. И эти поддоны будут гораздо проще высыпать, мне кажется. Давай, удобрялка. Бздынь цепанулась. Поехали тебя заполним. Вот туточки. Бздынь. Блин, как дорого стоит удобрение. Кошмар. 8-700 за куба 4. Чуть больше. О. Короче, сейчас мы это вот дело вот сейчас вот так вот тут припаркуем. Вот здесь. И разгрузить. И вот они поддоны эти разгрузились. Их руками сейчас будет немножко проще, наверное, выгружать. Надеюсь, по крайней мере, на это. Теоретически триггер тот же самый, но опять не ловит в поддоне. Да что же ты будешь делать-то, а? Потому что надо просто повыше. Мне же так ее высоко держу. О, понятно. Триггер с другой стороны на семена. На удобрение. Семена справа от входа, а удобрение слева. Я правильно понял? Надеюсь, я правильно понял. То есть вот здесь вот. Да? Да. Все, понеслась. Отлично. Так, ну в одну теплицу у нас пойдет целых три поддона. Давайте это будет вот эта теплица, чтобы далеко не ходить. Может он просто не сразу срабатывает, а я не могу дождаться. Такое тоже возможно. Так, следующая теплица. Давай. О, понеслась. И сразу же салатик стал не пожухлым, а зеленым. Это прекрасно. Готово. 39 тысяч у нас осталось. Сейчас мы вернем еще кредит и пойдем спать. Сыпается. Отлично. Все, я разобрался. Это приятно. Люблю, когда я знаю, что надо делать. Не люблю, когда не знаю, что надо делать. Хотя разбираться со всем тоже довольно интересно. О, давай, давай. Я же тебя принес. Все правильно поставил. По-хорошему нам еще понадобится платформа для того, чтобы возить это все дело на продажу. Весь наш салатик. Блин, я не посчитал, сколько я отнес туда, а сколько высыпал. Ладно, давай это мы сюда высыпем. Если там осталось два поддона, значит в разной теплице. Если один поддон, то только в последнюю. L-логика. Там осталось два поддона, значит я один только высыпал в предпоследнюю. Там что-то чуть не просыпалось. Давай. Ну давай же. Готово. Я надеюсь, что при перемотке времени, когда я буду спать, теплицы будут продолжать работать. Потому что с модом на перемотку времени производство останавливалось. Так, тебя последнее вот сюда. Давай. Ну давай же. Готово. Далее, смотрим. Все, везде все заполнено. Не везде полностью, конечно, но мы сейчас один день поспим. Посмотрим, какой выхлоп вообще со всего этого дела. Пассивная у нас в сентябре, поэтому есть время еще два месяца поспать. Посмотрим, что к чему. Давай, до 7 утра. 168 евро, проценты по кредиту. А не так уж и много. 5 евро цена производства. Только не говори мне, что ты... А нет, смотрите-ка, тут вот салатик-то нам сделали. И прям дохренища его сделали. Слушайте. Так, знаете, что я предлагаю? Я его сейчас вот задвигаю просто в сторону. Вот так вот. У нас воды надо привезти туда. Воды очень много ушло. На сутки не хватит. Или вообще знаете, что мы сделаем? Чего его вот так вот тягать? Мы просто возьмем один поддон и все остальные вот так вот отодвинем. Просто, чтобы освободить место. Прямо сейчас я этого делать не буду. Это что, я отодвинул? Еще поддоны появились. Или там еще, видимо, хранилище до хрена. Черт, без автопогрузки, мне кажется, я сейчас буду плакать, когда буду их куда-нибудь грузить. Это ж я все с этой штукой. И они продолжают появляться. И 810 литров, понятно. Короче, эти поддоны, я понял. Если вы их не освобождаете, то они, в общем-то, там место копится, да? Место копится. 11 литров, вы видите, 3400 вот здесь накоплено. Красно, шикарно. Тогда я вот это трогать не буду. Черт, еще поддоны появились. Твою мать, сколько же их? Какой вообще один поддон по объему? А? Расскажи мне, пожалуйста. 200 литров, то есть 5 поддонов куб. Чтобы заработать тысячу. 1600, ладно. С одной стороны, конечно, можно было бы это все дело отвезти-продать. С другой стороны, сейчас не самая выгодная цена на салат, да? Представляете, если бы это еще помидоры были? Или клубника, которая до хрена производится? Сейчас август, да, не самая выгодная цена. Вы представляете, сколько всего этого дерьма накопится к февралю, когда цена будет норм? Блин, я присмотрел себе такую штуку классную. Вот такую вот. Куда можно грузить поддоны. Мне интересно ее посмотреть. Давайте мы ее арендуем. Посмотреть, как это работает. Потому что это какая-то нестандартная хреновина для поддонов, для товаров. Сейчас ее пригоню. Трава, кстати, за первый день вообще никак не выросла. Или выросла? Мне почему-то кажется, что не выросла. Короче, эта штука, понятное дело, без всяких автоподборов. Так вот открываются двери. Съемщик, моя ферма, она в аренде. И, видимо, погрузчиком или ручками просто эти поддоны туда грузятся. Ну, понятное дело, что по задумке погрузчикам. Я извращенец. И кашу по утрам ем, поэтому могу ручками. Черт, это настолько надолго, что я уже передумал заниматься теплицами, понимаете? Настолько вот мне это не нравится. Надо другой мод на суперсилу поставить. Здесь расстояние захвата прям вообще маленькое. И, видимо, в этом маленьком прицепчике я могу перевести сколько? Восемь поддонов, да? Как-то, знаете, мне прям это не очень нравится. Да, я извращенец, я знаю. Но это прям очень урожайно. А что бы было, если бы это была клубника? Как вот такими вот теплицами? Ну, правда, вот тепличный комплекс. Никто ж не ставьте одну теплицу. Выхлопа тут толком тоже не будет. Вот с погрузчиком. Это же как кошмар. Неужели есть такие извращенцы, которые вообще без проблем могут это делать? Зачем я продолжаю его грузить? Я тоже без понятия. Видимо, поедем и продадим просто так сейчас одну эту штуку. Я так понимаю, мы выгружать будем примерно так же, да? Черт, вот это, конечно, извращение. И все, больше не влезет, серьезно. Восемь поддонов. Максимальная погрузка этого прицепа. Дверь закрыть нельзя, не заведя двигатель. Ну ладно. Ну поехали продадим, что ли, первую партию салата? Вопрос, куда? Магазин Фермерский сад. Сейчас-то он 2200 продается. Боюсь представить, сколько он в феврале, насколько дорого он будет стоить. Так, а ты магазин, кстати, где находишься? Охренеть, на другом конце карты. Ну твою ж мать, а. Ладно. А, смотрите-ка, эта штука показывает, что он забит полностью по 1600. Может выгрузку хоть даст нормально? Вот это прикольненько, это прикольненько, слушайте, да? Так, вроде я приехал. И вроде как куда-то вот туда это все дело надо выгружать. Вон там, где подсвечено. Ну давайте выгружать сюда. Надеюсь, высыпать их не надо будет. Здесь не покупают такой товар, как салат. Да ты шутишь. Магазин, фермерский склад. Ты серьезно? Магазин, фермерский сад. И мы смотрим на цены. И магазин, фермерский сад. Что, мать твою, не так? Почему здесь не покупают? Может быть потому, что покупают вот здесь? А? Да, пошла разгрузка. Отлично. Первый доход проданного урожая. 3,666. Но это прям очень геморройно будет это все дело грузить. Без мода автопогрузки будет прям боль. И куча времени на это уйдет. Ладно, друзья. Спим тогда еще одни сутки. И, в общем-то, на этом, наверное, будем подводить некоторые итоги. Знаете, друзья. Я тут прикинул. Поддоны это правда вот весело. Мы посмотрели, как это работает. Но надо ставить автопродажу. По-другому оно никак. Оценник опять провалился. Или сейчас это не продавать. Продать это все дело в феврале. По более высокой цене. У нас закончилась вода. Почти закончились удобрения. Хранится здесь не так много. Треть примерно. Поэтому место есть. Поэтому все нормально. А еще у нас наступил сентябрь. А сентябрь, друзья, это у нас пассивная. И посеем мы на этот раз пшеничку. И, наверное, я уже прям сейчас поставлю трактора. Пускай это вальтра будет. Которая пойдет сесть пшеничку. Надо как-то правильно определить, что этот колосок это пшеничка. А я потому что не шарю. Да, это пшеничка. Я оказался прав. Погнали заполним семенами сейлку. Но что ты не наполняешься? И крышку надо тебе открыть. Да, надо открыть крышку и она наполняется. Все прекрасно. Разумеется, ставим работника. Все нормально. Насчет починить технику. Пока что ее чинить смысла нет. Там где 55% стоит это чисто покраска. Я вообще не сомневаюсь, что я буду сильно упарываться в эту покраску. Эээ, а что такое? А что ты не сеешь? Или ты сеешь? А, он сеет. Отлично. Просто текстурка такая, знаете ли, не сильно посеяна здесь, да. Ладно, пускай сеет. Потом мы это все дело удобрим. Я же сейчас, знаете, что сделаю? Я, друзья, сейчас сюда обратно привезу воду. Забью полностью водой вот это все дело. Причем, скорее даже из водонапорной вышки мне очень впадло, короче, туда ездить, сами понимаете. Потратим немножко денег. Короче, я сейчас все позабиваю. А где наша же вот эта вот стоит штука? Я уже потерял, куда ее поставил. Ладно, я вспомнил, куда ее поставил. Короче, поехал я все заполнять. Знаете, друзья, я подумал, что я сейчас этого не буду делать. Прямо сейчас. Какая? Вот эта вот теплица у нас заполнена. Две ходки. И это, ну, почти две трети этой самой теплицы. То есть на каждую теплицу нужно делать по три ходки. Всего у нас их тут четыре штуки, то есть 12 ходок. Заполняется оно сейчас катастрофически медленно. Ну и по деньгам это тоже ударит в копейку. Я, ладно, уже последний раз заполню здесь, но посмотрите, с какой скоростью это идет. Эй, ну наполняйся. Давай. Она катастрофически медленно заполняется. Вот реально ты сидишь и просто ждешь. Поэтому я думаю, что можно будет съездить даже покататься, заполнить это все дело откуда-нибудь с речки. Чтобы подешевле было, потому что две тысячи на одну теплицу тратить, тоже такое себе. Четыре теплицы, восемь тысяч. У нас сейчас нет столько денег лишних. У нас на самом деле вообще в принципе сейчас столько денег нету, потому что у нас так кредит висит. И плюс еще семена удобрения надо в теплице засыпать. Такая вот веселуха. Она капец как медленно наполняется. И семьсот, ну да. Десять литров воды, один евро. На самом деле, кстати, хорошая цена. Давай, последнюю выгружаем. Хотя, знаете, нет, оставим. Во все теплицы сейчас загружу, чтобы они просто работали. Хоть по чуть-чуть. Просто их все запустить. Везде вода закончилась. Да, вот так вот. Вот. И пусть этот трактор стоит здесь до лучших времен. Будет у меня свободное время, я это все сделаю. Может быть даже стримец проведем. А то давненько не было стримов. Также вот эта вот штука тоже закончит свою работу. Оно все посеет. И по сути дела, следующее, когда мы уже с вами встретимся, это будет январь. Надо будет продать канолу, которую мы собрали. А также февраль, получается, у нас будет продажа вот этого всего дела. Но я, скорее всего, автоматически буду это все дело продавать. Может быть, очень маловероятно. Я прям сомневаюсь даже в этом. Но может быть на стриме тоже с этой херней поугараем. На этом, друзья, у меня все. Такая вот получилась серия про теплички. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. У нас тут, знаете ли, прохождение идет. И всякие гайдики иногда выходят полезные или не очень полезные. Кому как. Лайкусики, комментарии не забываем. Чем больше лайков и всего остального, тем быстрее выйдет следующая серия. Спонсорам, конечно же, огромнейшее спасибо за поддержку. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok